Привет, друзья! С вами Кернекс, и сегодня мы начинаем новую рубрику под названием Кернекс болтает. Суть этой рубрики заключается в том, что я буду освещать новости канала и, собственно, рассказывать о будущем канала, там, на пару месяцев, мой 1 год вперёд, и, конечно же, отвечать на ваши вопросы. Но, есть одна загвоздочка, каждому видео должна сопутствовать хотя бы какая-нибудь причина. Я не могу же снимать постоянно просто видео и болтать в них ни о чём. Вот. На сегодняшний день у нас целых две причины. Первая, это самая мощная причина, конечно же, она заключается в том, что нам с вами удалось набрать 2000 подписчиков. Ребята, 2000! Вы просто представьте, 2000 человек нажало эту маленькую кнопочку подписаться. Всем, абсолютно всем, кто нажал эту кнопочку, я говорю огромное спасибо. Начиная от тех, кто подписался прямо сейчас, в данный момент, и заканчивая с теми, кто подписался в первые 50-ки. Просто огромное спасибо, ребятки. Просто огромное такое спасибо от души, как говорится. Вот. Касательно второй причины, это некоторые даже уже заметили, да, я приобрёл конденсаторный студийный микрофон. Да, он не профессиональный, он бюджетный, но, тем не менее, качество звука взлетело. Просто вверх взлетело, потому что чистейший звук, мой голос даже некоторым показался другим, то есть непривычным. Потому что, чтобы вы понимали, до этого, когда я записывал видео, мне приходилось звук через гарнитур, потому что там китайская, ужасная гарнитурка, мне приходилось брать две программы включать, которые в реальном времени меняли звучание моего голоса через этот микрофон. То есть мне надо было глушить шумы, какие-то рыпения, всякую дрянь. Сейчас, ребятки, мне ничего из этого не надо. Микрофон сам подавляет ненужные шумы, микрофон сам работает абсолютно в шикарном режиме. И ни одну программу не надо запускать. То есть вообще шикарно всё. Ну, не считая монтажа. Вот. Вот, это, собственно, вторая причина, по которой мы с вами здесь собрались. И ещё я хотел бы поблагодарить одного человека под именем Антон. Так как он вложил в этот микрофон очень приличную сумму. Был один ролик, в котором я сказал, что у меня накрылись же наушники, что все дела, мне придётся там с фиговым микрофоном работать, и я коплю на новый микрофон. После чего на мой счёт, который я указывал в... Боженьки. Там в описании даже, по-моему, было. И в вкладочке о канале на Ютубе я указал там счёт вебмани рубли, гривны и доллары. Так вот, этот человек мне скинул в рублях довольно приличную сумму, которой мне, собственно, и не хватало для покупки данного микрофона. За что ему огромное спасибо. Надеюсь, он это видео увидит. Вот. Теперь мы обсудим, скорее всего, ваши вопросы, которые задавались. Скорее, самый почему-то странный вопрос, который мне задают. Говорят, Керник, зачем ты снимаешь Fallout 4, если его смотрят там 8-6 раз меньше людей, чем Terrarium? Ну, ребятки, объясняю для всех, чтобы каждый услышал. Fallout я начал снимать с самого начала, как только он вышел. 15 или 16 ноября, если я не ошибаюсь. Я снял там буквально первые серии по Fallout. Их довольно неплохо смотрели, и людям понравилось. И мне сама игра очень нравится. Тем самым я начал ее проходить. И я не вижу смысла обрывать прохождение. То есть, я уже начал. Тут осталось же буквально, ну, сколько серий, может, 10 и конец игры. То есть, все. И тем самым я решил до конца уже доснять. Все-таки есть фанаты, которые еще смотрят непосредственно Fallout. Поэтому я не могу их оставить без роликов. Поэтому я и продолжаю снимать. Вопросы касательно Byring of Isaac. Это вопрос довольно простой. Он уже решен. Byring of Isaac выходит исключительно по набору лайков. То есть, к примеру, предыдущее видео я ставил вам границу 50 лайков. Ее набрали где-то через недельку, если не ошибаюсь. Вторую границу я тоже поставил 50 лайков. Так ее набрали в первый день. Пришлось границу немножко повысить. Чтобы я каждый день не записывал Byring of Isaac. И тем самым сейчас граница стоит 100 лайков. И последнее видео все еще их пытается набрать. Точнее, вы пытаетесь их поставить в нужном количестве. Суть этой системы в чем? Если я вижу, что набивается нужное количество лайков, я выпускаю видео, я понимаю, что это видео вам интересно. В ином случае я его выпускать не буду. Потому что Byring of Isaac это не сюжетная какая-то игра, чтобы именно проходить. Это игра так. Это roguelike, если я не ошибаюсь, называется жанр. Вот. Поэтому вы захотите, ставите лайки, я сразу же снимаю. Система простейшая. Вот. Третий вопрос, часто задаваемый, я это понять не могу. Потому что в двух роликах, или даже в трех, я уже упоминал решение этого вопроса. Это расписание. Ребятки, я уже где-то неделю, по-моему, как, в группе вывесил, в шапке группы, есть запись о том, что наше расписание канала, оно обновляется чуть ли не каждые буквально два часа. Вот каждые буквально два часа я пишу в этом расписании что-то новое. Это расписание сделано в виде таблицы Excel на сайте. Каждый из вас может зайти по ссылочке и посмотреть, собственно, это расписание. В нем расписано все, что ожидается на протяжении недели. Вот. И там отмечены зеленым цветом видео, которые уже вышли на канал, желтым цветом видео, которые уже записаны и ждут выхода по расписанию. Красное это, если видео переносится, и бесцветное это, если видео еще не записаны, но в плане есть. Вот. Поэтому каждый из вас может без проблем зайти туда и посмотреть. Касательно самой группы. Группа, естественно, ссылочка в группу будет в описании. Заходите, подписывайтесь. Там будут самые свежие новости. Будут новости такого более мелкого уровня. Более большие новости, как сейчас, я буду освещать в этой рубрике. А такие мелкие новости, что происходит, почему видео не вышло, почему видео выйдет больше, это все будет в группе. Все будет уточняться. Вот. И касательно будущего канала, тут все гораздо проще, ребятки. Я об этом уже упоминал, только я об этом более так, что ли, плоско говорил. Но суть заключается в чем, что канал не будет зациклен только на Террарии. И там, допустим, в Фоллауте. Сейчас я запустил на канал такую игру, которая большинству понравилась, как мне показалось. Это Counter-Strike Global Offensive. Сейчас пока что я просто играю в ММ, добиваюсь якобы Global Elite ранка. Вот. И при этом, в будущем я, конечно же, буду делать нарезочки фейлов, буду делать нарезочки винов, там, где я буду какие-то раздавать. Но это, конечно, редко. Я же рак в кантри. Но, тем не менее, я буду стараться делать эти нарезочки, чтобы они были вам интересны. Касательно новых игр, которые ожидаются буквально в пару месяцев, да, они будут. Они будут. Это будут игры, скорее, не наподобие, там, новых каких-то, которые выходят, там, какие-то хорроры в основном, люди сейчас почему-то снимают. Это, скорее, будут игры пиксельные. То есть, пиксельные игрушки, которые, может, даже находятся в открытом бета-тесте. Есть парочка у меня игрушек в задумке на съем. И есть еще пара игрушек с альфа-доступом. То есть, они еще даже не вышли. До релиза им там еще минимум год, наверное, скакать. Но, тем не менее, у них уже есть интересный контент, который можно, собственно, вам показать и порекомендовать, чтобы вы в него поиграли в эти игрушки, собственно. Поэтому сам канал из себя будет представлять более обширное количество игр. То есть, сейчас я был зациклен на трех играх, по-моему. Да, это был Барик оф Айзек, Фэллаут и Террария. Сейчас Террария по чуть-чуть выйдет из ряда. Но я сниму по Террарии, наверное, еще пару гайдиков или топов. Кстати, это в комментариях напишите, что лучше заснять по Террарии топ-5, там, допустим, оружие, топ-5, там, брони, еще чего-либо. Или заснять гайды, как убивать боссов, как делать фермы или еще что-либо. Пишите в комментариях, ребятки. И, кстати, вопросы можете писать тоже под этим видео в комментариях. Я на эти вопросы буду отвечать в следующем выпуске Кернекс болтает. Вот, поэтому будущее канала, ребятки, есть. Есть, будущее есть, судя по тому, что вам нравится контент, судя по тому, что вы на него подписываетесь, вы лайкаете. За что вам, опять же-таки, огромное спасибо. Игры, которые я буду играть помимо... Ну, игры, которые новые буду вводить на канал, я буду, конечно же, делать опросы в группе. Как и было до этого, я выбираю игру или несколько игр и делаю опрос. К примеру, я там выбрал 5 игр и говорю, вот, ребятки, в группе есть опрос, заходите, выбирайте игру, которую вы хотели бы увидеть первой на канале, то есть из списка. И люди говорят, нужна она им, не нужна. И, допустим, как было с Counter-Strike. Я выбрал, подумал, почему бы нет, почему не запустить Counter-Strike. И сделал опрос о самом Counter-Strike. То есть, одна игра и просто о ней опрос. Нужна она или нет? Будете ли вы смотреть видео по этой игре или нет? И люди выбрали и, собственно, как видите, игра вышла на канал. То есть, абсолютно все, что будет появляться на канале, определяете вы. Ну что ж, ребятки, спасибо вам большое за просмотр, за то, что послушали, как Кернекс болтает все-таки. Увидимся с вами уже в следующих видео. Удачи!